Бесспорно, выдвижение Ксении Собчак – это очередной шаг большой кремлевской игры по легитимизации Путина. Скорее всего, это было предложение, от которого Ксения Собчак не могла отказаться. Практически, это игра по нейтрализации Алексея Навального и использованию предвыборного ажиотажа, который в молодежной среде создавал Навальный, начиная с его кампании выборов московского мэра 2013 года. В итоге создан определенный тренд на выборы и, естественно, кремлевская назначенка в данном случае должна создать необходимый фон для легитимизации очередных путинских выборов. Что касается самой легитимизации, то Путину важна именно дискуссия по этому поводу. Российские либеральные оппозиционеры, которые присасываются к избирательной кампании Собчак, просто перемещаются из одного проекта в другой. Но итог всех этих бурных имитационных действий – укрепление путинской диктатуры. Потому что есть пена, а есть то, что остается в сухом остатке. Сухой остаток в данном случае и есть – укрепление путинской диктатуры с дальнейшим, не просто продолжением агрессивного международного курса, с его ужесточением, так же, как и с ужесточением внутренней политики. Мне кажется, что в сознании Путина и его окружении легитимность, которую они надеются восстановить, они получали как раз через его фиктивные выборные процессы. Поэтому всегда старательно это готовили. Это было в определенной мере оправданием репрессивной политики. Мол, выборы есть, значит все в порядке. Любой диктатуре необходим определенный уровень поддержки общества. Путинская диктатура отличается от традиционных диктатур 20 века отсутствием массовых репрессий внутри страны. А в отсутствии репрессий необходимо постоянно демонстрировать сакральную связь вождя с народом. И выборы в данном процессе играют достаточно важную роль. Когда выбирали Собянина, вытащили Навального, конечно же, для создания видимой конкуренции. Понятно ведь, что Навальный играет в игру по тем правилам, которые дают ему возможность оставаться в активной фазе политического процесса. А Собчак логически завершает процесс по выхолощиванию выборов и превращению всего этого в балаган. То есть можно сказать так, если год за годом выборы превращали в политический бордель, то рано или поздно там появляется ведущая Дома-2. Это более чем логично. В России идет 18-й год путинского правления. Эта диктатура тотально контролирует все возможное политическое пространство. Власть располагает самым широким инструментом воздействия на общественное мнение, в особенности на тех, кто выбирается из государственной колеи. От массированных медийных кампаний до реального физического устранения. Возможно ли представить себе ситуацию, что в таких условиях власть, крайне чувствительная к любым отклонениям от нормы, допустит существование реальной оппозиции? Вот Борис Немцов и был примером этой самой оппозиции. Кто-то скажет, что Бориса Немцова поддерживали гораздо меньше, чем теперь Алексея Навального. О Борисе Немцове мало кто знал за пределами Москвы. Это действительно так. Но дело в том, что Борис Немцов был самостоятельной фигурой, на которую Кремль не имел никаких рычагов воздействия. Он говорил то, что хотел и считал нужным сказать. И очень часто отзывался жестко о самом Путине. А на сегодняшний день все, что происходит в так называемом оппозиционном поле России, не больше, чем часть очередной кремлевской игры. Тот же Навальный играет на определенных условиях. Все, что мы по привычке называем российской оппозицией, на самом деле находится под тотальным контролем Кремля. Поэтому обсуждать вопросы оппозиции и ее возможностей смешно. Если Кремль захочет, будет оппозиция. Не захочет, не будет оппозиции. Захочет, посадит в тюрьму. Не хочет, не посадит. Все, что находится внутри, вынуждено играть по навязанным правилам. Или не играть вообще. При тотальном контроле за медийным и политическим пространством влияние сегодня того, что мы бы хотели назвать оппозицией, стремится к нулю. Конечно, нынешняя ситуация отличается, например, от гитлеровской Германии. В России есть видимость не то, чтобы свободы слова, а возможности высказывать иную точку зрения. Но это как раз просто новая, более изощренная форма контроля за обществом. Если газета «Правда» давала единственную верную точку зрения и выбор был между газетой «Правдой» и «Первым каналом», в которой говорили одно и то же, то сегодняшняя пропаганда «Надо отдать должное Путину и КГБ» вышла на совершенно другой уровень. Не вталбливание одной точки зрения, а просто разрушение самой концепции правды и превращение ее в относительную ценность. Люди перестают ориентироваться, что же правда на самом деле есть и есть ли она вообще. И это на самом деле стало главным открытием путинской пропаганды. Есть медийные и политические структуры, которые имеют условно карт-бланш на достаточно жесткую критику власти. При этом каждый фиксированно поддерживает какое-то очень важное для Кремля решение. Например, распространение информации о том, что российские спецслужбы не имеют никакого отношения к взрыву домов в Москве или к трагедиям Беслана и Норд-Оста. Если это будет говорить «Первый канал», это сработает на большинство россиян, но думающие люди будут реагировать критично и негативно. А вот если это будет говорить журналист, который критикует как бы Путина за коррупцию, то совершенно иной получается смысл и впечатление. Кроме того, кремлевская пропаганда достаточно эффективно работает и за рубежом. И это, надо сказать, тоже современное открытие. Такой новый способ работы в России был опробирован уже буквально с начала путинского режима, когда начали создаваться эти многочисленные веб-сайты, выглядевшие как объективные источники информации, но всегда они содержали определенную часть кремлевского месседжа. Этот месседж был не одноканальным, как во времена газеты «Правды», а распылялся на поверхности, поэтому довольно сложно отследить всю концепцию. Большинство тех, кто транслирует этот месседж – журналисты и политологи, которые вполне могут говорить разумные оппозиционные вещи по другим вопросам. Власть босса мафии базируется на понимании того, что лояльность любого, даже самого незначительного члена этой преступной группировки, всегда будет вознаграждаться абсолютной защитой. На сегодняшний день эта функция Путина как абсолютного гаранта безопасности в России пока еще сохраняется. А гарантии неприкосновенности капиталов на Западе под вопросом, потому что сам Путин и его ближайшее окружение фактически тоже становятся объектами пристального санкционного внимания западного мира, в первую очередь Соединенных Штатов. И именно здесь находится потенциал дальнейшего влияния на ситуацию в России через российскую иммиграцию, потому что мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы эти тенденции в западном мире, которые много лет поощрялись российской пропагандой и российскими деньгами, чтобы их переломить, и чтобы западное общество и общественное мнение оказало необходимое давление на политиков, для адекватной реакции на агрессивные российские действия. Гарри Каспаров